Вот как и обещала, заснимаю то, что у меня там вышло. В общем, нифига оно у меня не застыло, я так понимаю. Плюс оно слегка как бы уменьшилось. Может там что-то испарилось, хрен знает. Вообще, эксперимент был странный для меня. И осадок там какой-то на дне остался. Я думаю его потом процедить. И это у меня получилось, как мне написала одна из подписчиц в речку. Кажется, масло на золе. Ну вот это масло на золе, я думаю потом из него на его основе сделать. Добавлю глины, там какой-нибудь травы. Или попробую сделать скраб, или попробую сделать маску какую-нибудь. Но это все равно экспериментирую. А я подобный кролик сам у себя. Думала, что может вот это у меня застынет. Ну, где-то бы конечно свет включить. Я что-то лоханулась. Причем, наверное, ни хрена не видно будет. Но я сделала фотки. И если кому интересно, просто пойдете в мою экспериментальную травяную группу. В общем, что тут масло, что тут масло. Только здесь более, все-таки, больше масла и меньше отсадка. И вообще, вот можете погадать тут. Тут какие-то три дырки. Как минимум какая-нибудь гусеница и еще какая-то хрень. В общем так. Ну, я объединю это, наверное, хотя не буду, наверное, объединять. Пусть будут два маленьких видео. В втором я покажу то, что у меня получилось с субтаном. Правда, я его пока еще не тестировала на своей коже. Но вот такой вот маленький эксперимент. Мыло из золы. Я так поняла, что все-таки надо было... Точнее, я узнала, что все-таки мне попалась не совсем древесная зола. Там, конечно, мы березовыми дровами, осиновыми топили печку. Но надо было, приеду в деревню, все-таки взять из большого бачка, где у нас зола годами собирается храниться именно от деревьев. Ну, или может, если повезет с тетей Валей, может, получится ли, я ее уговорю. Если она летом приедет, надеюсь, она приедет и пождет какую-нибудь траву. Она любит ковстры жечь. И там, если останется зола, то я у нее возьму и попробую уже, наверное, холодным путем сделать этот щелок. Ну, в общем, если вам эта хрень была интересна, то и вы досмотрели это до конца, эти две с лишним минуты, то я рада. Ну и пока.